Весна и лето Весна и лето Весна и лето Я помнила, что первое число Я помнила, что Первое число я начинаю новый проект Постоянно все вокруг говорят В воскресенье уже весна Но ни одна из этих фраз Меня не натолкнула на мысль о том, что нужно снимать впечатление месяца Ну, я думаю, если честно, что подготовка к выставке Так на меня влияет Но давайте обо всем понемножку Половина января Ровно половина января Февраля, простите Ровно половина февраля Для меня прошла В вышивке маяка от Дименшинс Я думаю, что вы уже видели Видео о готовой работе Но никогда не лишним Будет показать маяк еще раз Правильно И Вот такая вот красота У меня вышилась По итогу, по-моему, 52 вышивальных дней Если мне не изменяет память Первая моя большая работа этого года Я безумно довольна Но, конечно, то, что она у меня закончилась так быстро Как мне кажется Все-таки мне кажется, что 52 вышивальных дня на такую работу Это немного То, что она у меня так закончилась Так быстро продвигалась Причиной тому было то, что я ее вышивала одну Я вообще ни на что другое не отвлекалась Я больше половины работы Я просто не могла смотреть ни на что другое И где-то с половиной работы Я уже просто целенаправленно Мне уже, может быть, и хотелось Куда-то сходить налево К какой-то другой работе Но я себе сказала Нет Я должна закончить маяк И, конечно, надо сказать Что мои зрители отнеслись к этому абсолютно по-разному Иногда просто были ярчайшие противоположности Кто-то говорил Ой, маяк так быстро подвигается Так интересно наблюдать за этим Кто-то говорил, что Ну, сколько можно Бесит уже одна работа Сколько тища Смотреть нечего Вообще Вы себя изжили Вы меня разочаровали И так далее То есть абсолютно Диаметрально противоположные Были комментарии И вообще Ну, для меня это не новость Я думаю, для вас тоже Но, возможно, вам будет интересно Как это вот С блогерской точки зрения Смотрится Это даже иногда Забавно Потому что ты снимаешь Большое количество миниатюр Как у меня, например Перед Новым годом Было Все Уже сколько можно Надоели твои эти миниатюры Да что вот это вот Несерьезные эти работы Давай там что-то другое Снимаешь одну большую работу По которой там Глобальные продвижения По целому куску Каждую неделю Бесит одна работа Ну, тягомотина Это сколько можно То есть Это очередная иллюстрация Того, что Всем угодить невозможно И также в январе У меня были очень Запомнившиеся Тоже такие Комментарии Кто-то один написал Одна девушка Написала Что Тоже какой-то Вышивание недели Где было очень много Маяка Она написала Что вот Хорошо бы было Делать какие-то вставки Хорошо бы было Там как-то разнообразить Видео Что-то такое Она написала Я говорю Ну, вы же понимаете Это Вышивальные недели Это Моя жизнь Я обычный человек Не всегда У Людей Прям Постоянно Жизнь бьет ключом И постоянно Что-то Невероятно Интересное Происходит Она сказала Да-да-да Я, конечно, понимаю Но вот интересно Когда вы делаете Там всякие вставки Там о жизни О том, о сём О погоде Там показываете Что у вас как И буквально В тот же день Я прочитала Комментарии Сколько можно Показывать Что у неё происходит За окном У неё что Прогноз погоды Я ни в коем случае Не жалуюсь Вообще Ни разу Но просто Я хочу Чтобы вы понимали Что всем Не угодить В любом случае Поэтому Единственное Правильное Кстати Если вы Снимаете видео И вы тоже Пытаетесь Разорваться Между одними Другими зрителями Бросайте Это гиблое дело Поверьте мне Единственное Правильное Что вы можете Сделать Для себя Для своего канала Для своих зрителей Для своих нервов В первую очередь Это Делать то Что нравится вам Делать то Что вы считаете Нужным Показывать То что вы Считаете Нужным Рассказывать О том Чем вы хотите И И всё Потому что Если вы Начинаете Под кого-то Подстраиваться Это Очень неблагодарное Дело Ничем хорошем Не закончится Поверьте мне Поэтому Снимайте Так как вы Хотите Показывайте То что вы Хотите И свой зритель У вас Обязательно Найдется Точно так же Как обязательно Найдется Зритель Который Захочет Разобрать Все что вы Сказали На мельчайшие Подробности И с кем-то Пойти Тихонечко Это перетереть Этот опыт У меня тоже В этом месяце Был Но Как у нас говорят Такая життя Такая жизнь Ничего с этим Не сделаешь Поэтому Я захотела Закончить Маяк Я захотела Вышивать Его одного Я это и делала Я его Закончила И Я конечно же Безумно рада После того Как я закончила Маяк Я опустилась Просто во все тяжкие Уже Вот Предыдущая неделя На данный момент У меня И эта неделя Это были Процессы Которые Меняли Один Другой У меня Начался Снова Анимон Мой Отдаме К моему Огромному Удивлению Любимая Многими Работа Я читаю Комментарии Я понимаю Что у боевого Несчастного Анимона Ну как Несчастного Несчастного Не по размеру А несчастного По судьбе У этого Несчастного Анимона Армия Поклонников Я не знаю Чем он заслужил Такую честь Но Его реально Очень многие Любят Это Работа Доме 40 на 40 Сантиметров Которая У меня Как выяснилось На прошлой Неделе Началась В январе 2018 Года И вот Тянется По сей день На данный момент Я стартовала На той неделе У меня было 34% Сейчас у меня По-моему Что-то около 38% То есть я Решила Хотя бы Понемножку По 150-200 Крестиков В день Эту работу Продвигать Пока что Тьфу-тьфу-тьфу Получается Как будет дальше Посмотрим Пока что Вроде как Я Тяну И было Большое количество Мелких Процессов Я дошила Свой шарик С совами От ринкози Вы сможете Увидеть его Готовым В 70 Дай бог Память Второй Или третьей Вышивальной Недели Короче Вышивальная Неделя Которая Выйдет 2 марта То есть Завтра Вы сможете Увидеть Этих Сов Готовых Но Не сшитых Мне нужно Пойти На днях Купить Мне шнурочка Для того Чтобы Сделать Из этого Шарика Собственно Шарик Надо пойти Приобрести Потом Меня потянуло На алмазную Мозаику Если честно Меня до сих пор На нее тянет Я думаю Как бы мне Не соблазниться Сегодня На еще один Шарик У меня Из алмазной Мозаики Есть Большая Работа У меня Есть В смысле В запасах У меня Есть Брелочки С Алиэкспресс Очень классные Которые Тоже Обязательно Нужна Выложить И я показывала В покупках Предыдущих По-моему Это были Покупки Января Февраля У меня Выходило Видео И Также У меня Есть Три шарика От Фирмы Вдохновение И вот Я смотрела Смотрела На эти шарики И у меня Стало На один шарик Больше Я тоже Показывала В вышивальных Неделях Смотрите Какой Он Красивенький Выкладывается Это все Дело За один Вечер И получается Вот такая Вот Занимательная Фигура Мне очень нравится Их выкладывать Мне нравится Как быстро Это все Проявляется Как быстро Это все Собирается Мне нравится Что он Объемный Можно так Вот Пожмакать Ну не сильно Конечно Он понятное дело Пластиковый Мне нравится Его собирать Я не знаю Мне все нравится В этих шариках Очень интересно Придумает ли Фирма Вдохновение Что-то еще Такое Подобное Потому что Классные Вот у меня еще Есть два набора Но один там Совсем простой Там по-моему Два цвета Или три И один еще Такой В котором Даже больше цветов Чем в этом Поэтому Да Также я вышла Вот такую вот Лошадку От фрузелка По-моему Тоже за Два дня Или за три дня У меня появилась Вот такая вот Лошадка В крокусы Очень красивая Но надо ее Еще как-то Сфотографировать Удачно Пока я Не придумала Как мне это сделать Но Я была безумно Довольна Что у меня И такая работа Появилась Так Что я еще Делала мелкого По-моему Все По-моему Это все Вот что я успела За полторы недели Натворить Еще у меня В планах Я начала Парк От фрузелка Тоже маленькая Такая работа Из серии Городок И вот 1 марта В воскресенье Я начинаю Новую работу И опять же В вышивальной Неделе Вы увидите Подготовку Вы увидите Что собственно Это за Такая работа Я не знаю Угадал кто-то Или не угадал Эта работа У меня была В планах На 2020 год Это не что-то новое Но Надо уже Готовиться Надо собрать нитки Собрать ткань Собрать ткань Найти ткань В моих запасах Я уверена Что она у меня Должна быть Такая как мне нужна И скоро Скоро будет Новый процесс Так Про комментарии Рассказала Про маяк Рассказала Что про него Рассказывать У меня кстати Мне писали Что Я так Прикипела К маяку Потому что Привычка Вырабатывается 21 день А я соответственно Вышивала маяк В 2 раза больше Даже больше Чем в 2 раза И Многие мои зрители Мне продолжают Писать Что Это так странно Что это больше Не показываешь маяк Даже написала Одна Девушка И там Очень много Было лайков На этом комментарии Что Конечно Прикольно Было наблюдать За маяком Но Его было Настолько много Что Ты его вышила И у меня Такое ощущение Как будто бы Я его тоже вышила Но готовой работы У меня почему-то нет То есть Очень интересный Такой комментарий То есть Настолько Люди Вникли Прониклись Этой работой Что у них Такое ощущение Что Знаете Полный эффект Присутствия Наверное Это И здорово В какой-то мере Но Маяк Пойдет со мной На выставку Handmade Expo Которая будет Уже через Несколько дней Я напоминаю 4 марта Стартует выставка Handmade Expo Это Среда Так Все правильно Я знаю Что правильно Но у меня Какое-то Нервное По 50 раз Все перепроверяю Да 4 марта Стартует выставка Handmade Expo Кто хочет Сходить На выставку На рукодельную встречу Напоминаю Это Киев Станция метро Левобережная 9 утра Встречаемся Посредине платформы Идем Есть отдельное видео С приглашением На выставку Если кому-то интересно В верхнем правом углу Выезжает Ссылка Можете посмотреть Также Кто вдруг Захочет Со мной встретиться Мало ли В этом году В этот раз Это будет сделать Гораздо проще Потому что Я буду на выставке Ну выставка С среды По субботу Я буду На выставке Во вторник Среду Четверг Пятницу Субботу То есть Найти меня Там не составит Ни малейшего труда Во вторник Это подготовка К выставке Я как обычно Буду помогать Тане Крымчук Со стендом Фрузелок В этот раз Будет у Фрузелка Очень интересный Боковой стенд Скажу вам По секрету Поэтому Там должно быть Все красивенько Но расположение Будет немножко другое Я пока себе Это слабо представляю Потому что Там вместо Трех стен Будет две А товаров Столько же Поэтому надо Что придумывать Значит В среду Я буду Вот с 10 утра И до Просто до победы Но где-то Сейчас Будет рукодельная Встреча И потом Возможно Я вернусь Еще раз На выставку Возможно Нет Посмотрим В среду Handmade Club Интересное Новое мероприятие О котором Я пока что Сама Догадываюсь Весьма условно Что там будет Происходить Оно По-моему Начинается В 15-30 То есть Где-то В районе С 3-х часов Я буду На выставке Так Это Четверг В пятницу Я записалась На мастер-класс По Люнивильской Вышивке Причем Я так понимаю Что туда Абсолютно Не сговаривая Записались Очень много Моих знакомых Он по-моему С 11 до 12 То есть Это утро И в субботу Скорее всего Буду тоже Утром Вот такая Вот история Так что Если кто-то Хочет встретиться Найти меня Будет Очень легко Я буду Практически Постоянно Там Обычно Для меня Выставка Это 2 дня Сейчас Это у меня 4 дня Если не брать Этот подготовительный День Я не знаю Как я буду Снимать Как я буду Монтировать Как я буду Вообще Жить в эти дни Это для меня Абсолютно Новый опыт Это действительно Полное погружение В выставочную атмосферу Прям с головой Прям ныряние Но интересно Интересно Как все это будет происходить Все новое Всегда Немножко Конечно Мандраж Но все равно Всегда интересно Поэтому Следующая неделя Будет очень увлекательной Далее Практически все Я вам рассказала У меня всего было 5 пунктов Я все это поперемешивала И все вам выдала Потому что Последним пунктом Была совиная почта И маленькие дизайны И об этом я вам тоже Уже рассказала В дальнейшем Я планирую Вот самые-самые Мои ближайшие планы Конечно Их тяжело пока строить Потому что Опять же В выставках Made Expo Неизвестно Чем дело закончится Возможно Там будут какие-то Новинки Которые Просто поразят Мое сознание Я притащу их За собой Домой Мешок И сяду Обложусь этим всем И начну его вышивать Хотя я искренне надеюсь Что этого не произойдет Потому что У меня и так Очень много планов На этот год Но я точно знаю Что у меня В ближайшее время Появится Один набор Большой Но вряд ли Я его начну В этом году Но обязательно Вам его покажу Потому что Мне само будет интересно Туда внутрь заглянуть И из того Что я запланировала Я думаю Возможно От волшебной страны Будет что-то пасхальное Как всегда Хотя пока что То что вышло На данный момент Не особо Меня увлекает Все-таки Я уже От волшебной страны Повидала Очень много всего Я даже не лишусь Воробушки Слушайте Надо У меня семечки есть Надо птиц покормить Меня ругали Что я кормила уток хлебом Хоть воробьев Семечками кормить можно Сейчас напишут Нельзя Ты что Так вот Работы Нет Я таки покормлю Все Птичкам насыпано Я снова с вами Если вы написали Что нельзя кормить Птичек семечками Уже немножко поздно Так вот Ближайшие работы Это тот процесс Который у меня Начинается 1 марта Но там процесс Буквально Я думаю Что Я его выучу Недели за две Я рассчитываю Что даже быстрее Но недели за две Я с ним должна справиться Хотя вот В выставочный период Я вообще не знаю Как я буду вышивать И буду ли Но посмотрим В общем Небольшая работа Совсем небольшая Но Не на дереве Не на пластике На ткани Классический вариант Потом конечно же Буду продвигать Анимон Раз уже взялась Потом Будут конечно Миниатюрки Надо уже подключать Будет новогодние игрушки Я хочу Постоянно Чтобы у меня Вышивались Какие-то Миниатюры Я хочу Не зацикливаться На каком-то Одном проекте Потому что Мне маяка Хватило с головой Это было Я уже рассказывала Это было просто Какое-то Помешательство Я понимала Что это только С этой работой Так Я не готова Я знаю Что есть такие люди Я даже Недавно У кого-то В видео Видела Рассказывал Кто-то Я к сожалению Не помню кто Что Лень менять Рамы на станке Поэтому я там Вышиваю Одну работу Месяц Там она мне Надоедает То снимаю Там Другую Цепляющую Месяц Вышиваю Я не знаю Где люди Берут столько Терпения Это наверное Абсолютно Другой Какой-то Склад Характера У меня Не так Я могу В день Поменять Несколько Работ Я вышиваю Анимон Я вышиваю Там Я вышивала Эту совиную Почту Вечером Могла еще Повышивать Маленькое Что-то Совсем То есть Но Обязательно Тоже В ближайшем Будущем У меня В планах Стоит Моя Калиновая Роспись Отчеревно Мыть Нужно Тоже Эту Работу Заканчивать Но У меня Там К сожалению Нет Электронной Схема Мне сбросила Я искала Везде Где только Могла Схему В XSD Я ее Не нашла Мне сбросила Моя зрительница Схему Да В XSD Но Она Какая-то Я столкнулась С этим Впервые Если Кстати Вы меня Сейчас Видите Девушку Которая Сбрасывала Мне эту Схему Вы Смогли С ней Разобраться Или нет Потому что Схема Какая-то Была Очень Странная То есть Она Открывается В саге И Сага Начинает Подвисать То есть Просто Ты Куда-то Проводишь Делаешь Какое-то Движение А Отклик Происходит Секунд Через Десять То есть Это Выглядело Прямо Очень Аж Страшно Поэтому Я Удалила Эту Схему Я пыталась С ней Что-то Делать Я ее Из XSD Формата Переводила В формат Сага Ничего Ей не Помогло И Так что Этот процесс У меня Скорее всего Будет По бумажке Я посмотрела На него Несколько дней Назад И поняла Что я На него Попришивала Уже Там и бисер И бусины Понятное дело Что отпарывать Их уже Никто не будет Ну в принципе Как-то Постираю Как-то Поглажу Я всегда Стираю Работы С бисером С металликом Со всеми Вот этими делами Никогда У меня Слава богу Опять же Не было Никаких Приключений Но Вот У моей подруги Буквально Несколько дней Назад Было страшное Расстройство Она постирала Изделия И у нее Там изделия Из двух цветов Бисера И полиняли Оба Конечно Приятного Мало И мне Теперь Как-то Так Немножко Тревожно Потому что Эту работу По-любому Надо будет Стирать На момент Когда я ее Закончу Ей будет Почти год Поэтому По-любому Ее нужно Будет Стирать Ну Кто не рискует Тот не пьет Ну что я уже Сделаю Его там Реально Очень много Бисера И бусин Куда Куда Деваться Ну Эту работу Я тоже Очень хочу Закончить И потом У меня Есть еще Несколько Весенних Проектов Которые У меня Будут В очереди Но Это все Будем Будем Несколько Я сбросила Подруги Третья Часть Мирового Бестселлера Вообще Люди Просто Фанатеют Теряют С собой Контроль Все читают Все обожают Переведен Эта книга Переведена На целую Кучу Языков И вот Выходит Третья Заключительная Часть Ее Нужно Тоже Перевести И Этот Издатель Собирает По-моему Девять Их было Девять Переводчиков Соответственно Из разных Стран Он их Закрывает В бункере Он отбирает У них Телефоны То есть Все средства Связи Какие бы Там ни было И на два Месяца Закрывает Их В бункере Для того Чтобы Они Эту книгу Переводили Причем Он выдает Им Как-то Не сразу Все Он им выдает Они переводят 20 страниц Он им еще дал И Все Кажется Что просто Ну Тотальный контроль Полная секретность Но Каким-то образом Эта книга Начинает Утекать В интернет Причем Какими-то Огромными Кусками Он не понимает Как это все Может быть Он там Бесится Он всех Подозревает Начинает Жутко Терроризировать Этих Переводчиков В общем Очень Закрученный Сюжет И Интересно То есть Я до последнего То есть Я достаточно быстро Поняла Кто Винова Во всем Происходящем Но Я не понимала Зачем И как Вот Это были Два Основных Вопроса Если Вам Вот такие Вот Фильмы Нравятся С такими Загадками С таким Напряжением Постоянным То Пойдите Обязательно Фильм Только У нас Вот 20-го Часа По-моему В прокате То есть Еще должен быть У нас Почему-то На него Было Всего Два Сеанса В 12 Утра И По-моему В пол Десятого Вечера Выходили На вечерний Я не знаю Почему Очень странно И фильм У нас Шел С пометкой 16 плюс Тоже Что там Такого Страшного Что может Поразить До глубины Души Человека Которому Меньше 16 лет Я не знаю Сейчас В 16 лет Дети Видели Уже Все Но Вот Я честно Не знаю Там Никаких Там Это для меня Загадка Ну ладно Поставили И поставили В общем Фильм Мне понравился Будет В этом году По-моему Чудо Женщина Следующая Часть Будет По-моему Веном Вот Веном А я очень Жду Первая Часть Мне очень Нравится Было Что-то Еще Но Я сейчас Так И не Вспомню В общем То У нас Очень Многие Девочки Ходили Смотрели Фильм Джентльмены В этом Месяце Я Как-то Посмотрела Или Я даже Не смотрела Не знаю Как-то Меня Вообще Не Заинтересовало Вот Этот Феминистический Фильм Маленькие Женщины Маленькие Женки Тоже Я Не Ходила Мне Вот Эта Вся Тематика Борьбы За Женские Права Тоже Как-то Не Сильно Нравится Поэтому Вот Как-то Так Это Были Все Мои Впечатления Месяца Февраля У нас С вами Впереди Весна Как В той Песте Только Радость Только Счастье Только Что-то Там Еще Впереди Вот У меня Если честно Именно Такое Настроение У нас Уже Достаточно Тепло У нас Уже Плюс Десять Весна Птички Поют Семечки Кушают Вообще Просто Едят Какая-то Там Есть Кстати Какой-то Еще Прикол Со Словами Кушают Едят Но Я Пока Не Внедрялась В эту Тему Меня Еще Пока Что Это Меня Еще Никто Не Поправлял В этом Плане Пожалуй Все На этом Вот Такие Вот Немногочисленные Были У меня Впечатления Февраля Я Уверена Что По Окончанию Месяца Марта Мне Будет Очень Много Что Вам Рассказать На Это Все Спасибо Всем Большое За Внимание Удачи Вам И Творческих Успехов Пока